Значит, что же мы имеем в результате этой нашей удовлетворенности потребностей? Мы имеем тотальную цифровую зависимость. Эти данные Арик Сигмен опубликовал еще в 2015 году и посчитал, что один год жизни – это то, сколько 7-летние дети провели за экранами. И один год – это 365 дней в неделю, в год – 24 часа в сутки. 7-летние дети год уже потратили на информационное потребление. 4 года жизни потратили на информационное потребление дети до 18 лет. 8 часов в сутки в среднем мы с вами проводим за экранами. Это данные были Сигмана, которые он в Британском королевском научном обществе докладывал. А вот данные Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Британии за то же время, тоже 2015 год. Здесь они показали, что в 2015 году люди стали меньше спать по времени, чем они потребляют информацию. 16-24-летние дети, если учитывать многоэкранность, в которой они находятся, а у них включен компьютер, они одновременно смотрят что-то по телефону, параллельно еще где-то дополнительно общаются и так далее, 14 часов в день. Это 2015 год, когда мы достигли, по сути дела, пика информационного потребления. Но если мы пойдем глубже и попробуем рассмотреть, что происходит, то мы обнаружим еще более страшную картину. Это данные за прошлый год лаборатории Касперского, в частности, данные по России, как вы видите. 40% детей в возрасте до 10 лет практически постоянно находятся онлайн. То есть родители используют экраны в качестве бебиситеров. Они выдают ребенку, чтобы он не орал. Это лучший способ иммобилизировать ребенка. Вот, даешь ему экран, он в него утыкивается, и дальше с ним ничего не происходит. Посмотрите, ровно такая же статистика в США, потому что там тоже существует большой класс бедных людей, которые не занимаются детьми, да, и во всяких разных этих прекрасных штатах, Техасах и так далее не получают гаджеты и с этим благополучно пропадают. В Германии и Франции, посмотрите, совсем другая еще статистика, потому что там мало детей, все родители достаточно имеют какое-то свободное время и культуру, трансляции культурных знаний. Но что происходит к возрасту более зрелому, 14-18 лет? 68% подростков в России практически постоянно находятся онлайн. И, как вы видите, данные по Великобритании и Германии, мы практически все сюда приходим. То есть к возрасту, когда у человека формируется мозг в самых своих важных функциях, он находится у нас в состоянии бесконечного информационного потребления. Это приводит к тому, что возникает тотальная цифровая зависимость. Данные 15-35% — это Южная Корея, 35% — это Соединенные Штаты. Я боюсь представить, какая в России цифровая зависимость. И чтобы вы понимали, это уже медицинский диагноз. В прошлом году, летом прошлого года Всемирная Организация Здравоохранения сказала, что этот диагноз будет психическим расстройством в рамках новой классификации болезней МКБ-10 международной, 11-го пересмотра, которая будет принята. А что значит болезнь? Болезнь — это значит, вы имеете какой-то органический субстрат. А в чем состоит этот органический субстрат? Он состоит в том, что количество связей между клетками коры головного мозга у цифрозависимых снижается на 10-20%. И если считать, что наш мозг — это сервер, который рассчитывает ту информацию, которая в него попадает, то вы представляете, насколько беднеет серверная масса, которая обеспечивает интеллектуальную функцию людей. Цифровая зависимость — это не просто зависимость, это отупляющая зависимость. Корейские, южнокорейские ученые, там очень просто высокий уровень цифровой зависимости, поэтому его активно изучают, показали, что реакция мозга с точки зрения биохимии и нейрофизиологических структур абсолютно идентична на гаджет, как и на наркотик. И если вы посмотрите за собственным поведением, то вы постоянно находитесь в состоянии, что вы просыпаетесь. Что вы делаете первым делом? Вы смотрите телефон. Что вы делаете, когда у вас возникает любая пауза во время жизненного пространства? Вы берете телефон. Что происходит, когда вы ложитесь спать? Называется «отче наш» «Все, будем спать». Это и есть, собственно говоря, цифровая зависимость, которая абсолютно понятна с точки зрения нейрофизиологии, потому что мы с вами эволюционно, я вам не зря рассказывал про любопытство, мы обязательно должны быть очень внимательны к информации, которая поступает из внешней среды. Посмотрите на эти заросли. Кто первый из вас увидел в них хищника, тот выжил. Кто увидел последним, того тапки и съели вместе с тапками. Поэтому мы эволюционно настроены на то, чтобы употреблять бесконечную информацию. И вспомните, у вас же чувство тревоги возникает. А не пришло ли что-то? А надо проверить. А что там опять случилось? Вы же постоянно тревожно смотрите вовне, и вас успокаивает телефон. Он говорит «Не пришло». Или «Пришло, но нормально». И вы такие «Ну, слава тебе, Господи». И вот начинается цифровое поведетрибление. Цифровое поведетрибление приводит к тому, что снижается уровень интеллектуальной функции и снижается уровень креативности. На самом деле существует два теста, которые способны предсказать, насколько мы с вами будем успешны во взрослом возрасте. Это зефировый тест Уолтера Милшерла, знаменитый, там, где ребенку дают зефирку и говорят, если ты подождешь 20 минут, те, то тебе дадут вторую зефирку. А если съешь сейчас, то вторую не получишь. Дети, которые способны выдержать, справиться с собственным влечением на протяжении этих 15 или 20 минут, в более взрослом возрасте становятся более успешными. Ну и вы знаете тоже и по себе, и по своей работе, если у вас сотрудник сразу начинает требовать всего на свете, то вы думаете, лучше такому сотруднику не дать в принципе ничего. Если он готов потерпеть, продемонстрировать и так далее, то дальше уже хочется с ним иметь дело дальше. Кроме Уолтера Милшерла, второй тест был сделан Элисом Торренсом. Это тест на креативность. И почему я сейчас о нем рассказываю? Потому что Кюнхи Ким провела исследование. Она исследовала более 300 тысяч анкет, которые заполнили дети с момента формирования, создания этого теста. То есть, условно говоря, за 50 лет она получила большую базу данных, большую статистику, и смогла изучить, что происходило с развитием креативности и прогностически значимым с точки зрения интеллектуального развития и успеха тестом на поколение американцев. Что получилось? Получилось, что с момента, когда этот тест был создан, креативность постоянно росла. Это было связано с тем, что мы с вами стали свидетелями прихода так называемой третьей цивилизационной волны по Тофлеру информационной. То есть, к нам стало приходить все больше и больше информации. И, конечно, это развивало креативность и делало людей потенциально более успешными. Но в середине 80-х в Америку приходит кабельное телевидение, и дети садятся за телевизоры. Там есть большая статистика, которая показывает, как это кардинальным образом сказалось на качестве образования, которое стали получать дети. Но сейчас дело не в этом. До 90-х годов была плата, после которого началось постоянное снижение уровня креативности у детей. Значит, 85% детей в 2008 году, то есть это айфону год, получили более низкие баллы, чем в среднем в 1984 году. То есть это совершенно очевидное, фундаментальное снижение степени креативности. У нас немножко другая была бы статистика, потому что у нас кабельные каналы с чипами и дейлами, черными плащами, утиными историями и прочие все это билибердой, Диснея и так далее. Они появились уже в 90-х. Но в целом мы точно так же проходим ту же самую динамику, которая приводит к тому, что у нас снижается уровень креативности и интеллекта у детей. Но кроме этого, функция этого, она не только в развитии, она еще и в фактическом присутствии, во времени. Если я сейчас разделю вас на три группы и всем вам дам одни и те же креативные тесты, но при этом часть из вас оставит свои телефоны за стенами этого помещения, вторая часть будет иметь возможность иметь телефоны в кармане или в сумке, где вы их обычно держите, а другая часть положит третий перед собой на столе кверху вниз, чтобы ничего не видеть на экране, то мы с вами получим следующий результат. Это исследование Орда и Босса, которое было проведено в 2017 году. И вот смотрите. Объем рабочей памяти. Телефон лежит на столе. Телефон находится в другой комнате. Вот какая разница между количеством, объемом рабочей памяти у вас в тот момент, когда вы кладете перед собой телефон на стол. Как у вас проходит совещание? Имеет смысл оставлять за и входить в этот, потому что вы, по крайней мере, будете лучше соображать, потому что рабочая память отвечает именно за то количество информации, которое вы способны в голове прокручивать, а подвижный интеллект – это насколько вы способны использовать те знания, которые у вас уже есть. И вот посмотрите, телефон перед вами, насколько вы используете свои знания, и вот насколько вы используете знания, когда вы телефон убрали. О чем это говорит? Просто физическое присутствие рядом телефона сообщает вам, «Не напрягайся, не надо думать, у тебя там все записано, если нужно, ты узнаешь». И башка перестает работать. То есть это не только вот это бесконечное цифровое поведение, это еще и изменение нашей психологии, когда мы считаем, что наличие телефона спасает нас от всех проблем. Да, так и происходит. Вы можете решить вопрос с едой, с транспортом, с сексом. Вообще все, что угодно, решает проблемы это прекрасное устройство. С одной оговоркой – вы становитесь тупее. Проблемы решены. Удовлетворение потребностей приводит к тому, что мы оказываемся с вами в ловушке. И эта ловушка как бы дальше все больше и больше нас засасывает, потому что что такое гиперинформационная среда? Это очень токсичная среда, потому что наш с вами мозг, он любит, он потребляет большое количество энергии, очень затратная штука. Вообще его масса порядка 2% от массы вашего тела, но он пожирает 20% энергии, которую вы потребляете. То есть, ну такая для эволюции напряженная. И если можно сэкономить на работе мозга, то почему бы не сэкономить? Теперь представьте, что вы имеете бесконечный выбор информации для потребления. И у вас эволюционно стоит настройка сэкономить. Смотрим на выбор. Здесь прекрасная статья по нейрофизиологии. Она очень интересная. Почему вы все смотрите в эту часть? Потому что в вашем мозге стоит настройка. Слушай, давай Бузову. Потому что как только мы сталкиваемся с сложностью, нам надо потратить усилия, нам надо потратить энергию, и наш мозг говорит, а можно что-нибудь полегче? И с учетом того, что у вас постоянно вокруг огромное количество непросмотренной ленты в Инстаграме, не отлайканные, понимаете, посты в Фейсбуке. Еще что-то в Твиттере не доделано и в Телеграме не прочитано. И вот до тех пор, пока у вас вы это все не сделаете, вы никакой работе не приступите, потому что ваш мозг говорит, давай экономить. Там много важной информации, и мы ее сейчас будем потреблять. Самый простой, интуитивно понятный, не требующий никакой интеллектуального вовлечения. Все это в результате приводит к тому, что у нас с одной стороны дети, которым, как мы уже видим, 40% детей практически постоянно находятся в онлайн до 10-летнего возраста. Они впадают в так называемое цифровое слабоумие. Этот диагноз называется digital dimension, международное понятие. А взрослые, которые с нейрофизиологических статей перешли на Бузову, начинают страдать информационной псевдодебильностью. То есть они не дебилы, вроде не бездельники и могли бы жить, они не дебилы от рождения, но из-за того, что их мозги постоянно заняты потреблением Бузовой, то качество интеллектуальной функции постепенно снижается. Продолжение следует... Продолжение следует...